Дело в том, что путешествовать одному, конечно, таких людей я очень много, кстати, знаю, которые мотаются как немцы, знаешь, ты взял ребят, попер. Ты один не отдыхаешь, ну это вряд ли ты отдыхом назовешь. Значит, большую часть времени ты проводишь со своей женой. Да, конечно. Собственно, и вы с ней главные путешественники, да? Да. Чем ты обязан, Ларисе? Да, ты знаешь, как бы оглядываясь на жизнь, я понимаю, что практически всем я обязан. У меня действительно, это уникальный человек, моя жена. Как бы у нас не все сразу сложилось. У каждого из нас отдельная своя была история жизни. Ее первый муж ухаживал за моей первой женой в свое время. Потом наоборот. Потом, да, как-то так мы в это самое, все так интересно получилось. Вот. И ты знаешь, что самое интересное, что, когда мы с ней уже поженились, вот она настолько, по всей видимости, верила в меня, верила в мой какой-то потенциал. Я был хороший парень, в общем, я был неплохой пацан. И там, как бы, я в университете работал, я уроки давал, я на свадьбах играл. Это было про деньги. Я зарабатывал деньги, да. Но, тем не менее, надо же было разглядеть, что, в принципе, из этого человека может получиться. Вот она разглядела, и всю жизнь как-то вот... У меня есть хорошее английское слово «бэкинг». Бэкинг – это то, что тебя подпирает вот сзади. Я поэтому тебя, собственно говоря, и спрашивал, потому что не думаю, что высокий процент людей, которые искренне могут, ну уж не говоря об эфире, просто так, за столом сказать такие вещи, которые говоришь ты. Но давайте мы скажем еще о том, что Олег Николаевич счастливый не только там отец, но еще и дед. Да. Но вот, дожить до состояния, когда тебе нравятся внуки. Да, о чем ты говоришь? Это просто отдельная часть моей жизни. У меня трое внуков, у меня две внучки в Нью-Йорке, они живут. Его очаровательная дочка вышла замуж за мужчину по фамилии Ли, он наш, местный, ну, Ли. Поддетский. Поддетский Ли. И они внучку назвали? Вивьен. У меня есть внучка Вивьен Ли. Прикидываешь? И причем, судя по задаткам, по внешне составляющей, это один вопрос, и по душевному составляющей тоже немаловажно. Видимо, там все срастается. Срастается. Она чудная. Ей три года, она очень добрая, очень хорошая, действительно, и очень красивая девочка. Ну, так вот, счастливый отец и дед Филимонов, пожалуйста, поаплодируйте. У меня еще есть внук, его зовут Эван. Ничего простого, тоже в жизни не искали. Мы тоже про внука не сказали, но это действительно, это мой свет в окне. Знаешь, я очень люблю этого мальчика, и он рядом со мной. Если две внучки в Нью-Йорке, то Эван в Одессе. Вот. И, конечно, уникальный пацан. Ему шесть лет, он идет в школу. Вот. Недавно я с ним ходил по берегу моря, и что-то мы с ним обсуждали. Он очень любит там шифт. Он теннисист, как и ты. Он играет в теннис, он, в общем... У тебя Лора была чемпионкой монастольного тенниса? Да. Ну, а из чего же стола там нет для монастольного тенниса? Ну, она не хочет играть в теннис. Она занимается аэробикой, она чем-то занимается. На 70 раз отжимается от пола. Зачем? Ну, я не знаю. Это феня у нее такая. Я пробовал, у меня 13 раз получилось. Все, больше не получается. Она может... По нормативам она подходит в американскую армию США. Пойдет? Я думаю, что да. Если... Нужда заставит. Так вот, говоря о внуке, я просто начал рассказывать, что я с ним гулял возле моря. И я ему говорю, Эван, посмотри, какое красивое море. Штиль, ты видишь, да? Вон парусник плывет. И вот трава такая сочная, зеленая. Красота. Посмотри, облака какие. Он на все это посмотрел и говорит, дед, да? Природа потрясающая. Вообще-то я люблю природу почти как Тютчев. Да. Сказал он мне. Оказывается, няня... У него есть гувернанка, няня. Она с ним много очень занимается. И он учит стихи, и рассказывает Тютчева, Бродского, он читает. В общем, как бы... Плохо делать? Плохо, плохо. Боюсь, что... Да. Филфак Огу. Не, не, ни в коем случае. Ни в коем случае? Нет, ни в коем случае. Домашнее воспитание? Ну... Теннис? Да. Тарик, вот скажи мне, вот если вдруг неожиданно какой-нибудь сумасшедший или вменяемый человек придет к тебе и скажет, вы знаете, мне нужна там аудиенция, положит на стол кусок бумаги, на котором ты должен написать, подписать контракт, который сам, собственно, изобретешь. Фирму или место. Да. Сумму и сроки. Что бы ты написал? Я бы написал книга обо мне, моих друзьях, о моем городе. Сумма непринципиальна. Сумма и сроки в течение одного года. Это то, что хотелось бы сделать. А почему до сих пор не сделал? Саша, я все время работаю. У меня нет времени как бы голову поднять нормально. Я вот, я задумал проект, я тебе, по-моему, об этом говорил. Я хочу записать одесские песни. Да. На компакт-диск. Причем мне давно уже предлагают там студии разные, сделать это и записать и все. И я никак не могу собрать это все вместе, потому что не хватает времени. Что-то, я не знаю. Что-то выкинуть нужно. То ли я сильно востребован. Ну, как-то действительно, реально на это не хватает. А книжка могла бы получиться забойной. Значит, мы сейчас обращаемся к тем, кто понимает, что мы сейчас упускаем весьма серьезную возможность получить интересный продукт. Не у каждого человека случаются в жизни события столько, сколько у тебя. И, кроме всего прочего, можно их разбавить какими-то вещами, которые были в образах тобой представленных. Книжка может получиться весьма и весьма. Безобразие? По конфуцию не получается? Ну, ничего, мы будем работать в этом направлении. Я выйду на пенсию, Саша, скоро. Никакого ты не выйдешь, никакую пенсию ты. Кроме всего прочего, у тебя там на участке не растет ни одной редиски, поэтому как вы прокормитесь, непонятно. Никакого вынесу не ты не пойдешь. Будьте работать, нет, будешь работать. Древовидные пионы буду есть. У меня есть древовидные пионы. Итак, многообразная фигура Олега Николаевича Филимонова, блистательного дедушки, замечательного отца. И, как мне его жена сказала, очень хорошего, если не лучшего в мире мужа. При этом одновременно преподавателя, клоуна, шута горохового, очень умного, глубокого человека. Вот это все вместе называется Олег Филимонов. И я попрошу тебя сейчас исполнить песню, в которую вместилось все, чего не могло вместиться. А именно, песня, которая исполняется на нескольких языках, предполагает, видимо, и такую же аудиторию. Ну, давай. Давай будем пробовать. Давай. Ну, это песня, которую я впервые услышал, когда был совсем маленьким мальчиком. Ее пел такой популярный французский шансонье и киноактер Ив Монтан на французском языке, естественно. Потом, чуть позже, я ее услышал на английском языке. Ее пел Фрэнк Синатра. А потом уже я ее услышал на русском языке. То есть последний вариант был на русском языке. Я пел такой шансонье Никольский, питерский шансонье на пластинках Кагановического завода. Были такие толстые черные пластинки с красным кружком посреди. Эта песня называется по-французски «Le Fimo». Это осенние опавшие листья. По-английски она «Fallen leaves» и по-русски «Листья». Вот я сейчас попытаюсь понемножку на каждом из языков спеть. «Листья» и по-русски «Листья» и по-русски «Листья». 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 «Листья» и по-русски «Листья». «Листья» и по-русски 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 «Листья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опустел тот сад в осужне Листьев те простыл и след Только сердце у меня не камень Оно каждый взгляд твой хранит АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ